Привет, друзья! Меня по-прежнему зовут... Вы знаете как! Это небольшое видео, посвященное тому, как выбрать селфи-палку, настоящую ADC для вашего гаджета и, естественно, как всегда, внизу статейка, учитесь читать, там я постарался сделать чуть ли не развернутый анализ выбора селфи-палок, что это, как это, откуда пошло, как пришло и как выбирать. Но, для тех, кто не любит читать, поехали, приступаем. Вам нужна селфи-палка. Прежде всего, она должна не угробить ваш гаджет. Правило номер один. Не гонитесь за дешевизной. То есть, вы хотите купить какую-то вещь, там чуть ли не за 300-400-500 рублей, вы покупаете откровенное дерьмо, но на эту вещь вешаете свой телефончик, который стоит 30-40, а может 50 косарей. И, естественно, на вытянутой селфи-палочке, дерьмовой китайской, хотя они все китайские, ваш телефончик угробится, а вы знаете, сколько стоит ремонт. Наш народ отличается потрясающим тупизмом. Когда экономят на какой-то вещи дешевой, стараются сэкономить на дешевеньком чехле, или стараются сэкономить на дешевенькой селфи-палке, которая, кстати, намного опаснее для вашего гаджета, как и для вас, чем чехол. Но в результате теряют целый телефон. Итак, конкретнее. К выбору селфи-палок. Какая должна быть настоящая ADC селфи-палка? В результате просмотра интернета, в результате поиска по магазинам, в результате опроса тех пацанов, которые торгуют селфи-палками, которые честно говорят, что мы торгуем откровенным дерьмом, я нашел селфи-палку, которая практически на 90% удовлетворяет всем требованиям. Не важно, какая это фирма, вы поймите, все штампуется в Китае, но вот это, допустим, называется ЕУПА. Поставляется вот в такой вот коробочке симпатичной. Дерьмовые селфи-палки продаются без упаковки, просто в полиэтилене. Запомните, хотя бывают исключения, но в основном хорошая фирма, даже китайская, она не будет экономить на упаковке. Понимаете? То есть, хорошая упаковка из плотного пластика, с хорошим, не знаю, как эта хрень называется, короче, с хорошим гнездом. Мы имеем комплект, состоящий из самой селфи-палки, раз, держателя вашего смартфона, два. А теперь смотрите, первое правило, селфи-палка не должна иметь очень много звеньев. Каждая секция селфи-палки уменьшает прочность самой конструкции. Эта селфи-палка не компактная, но извините, как всегда, компактность, плата за надежность. Чем меньше звеньев, тем лучше. Мощная селфи-палка раздвигается вот до такой длины. Мало того, что она раздвигается, она фиксируется проворотом. Ровная длинная селфи-палка. А теперь самое главное. Посмотрите, вот это вот, это шаровое крепление, характерное для всех штативов, фотоштативов. Все сделано из металла. То есть самое главное, вот этот узел. Этот узел, на который крепится ваш гаджет, он должен быть сделан только из металла. Это раз, стандартное шаровое, закручивается, крутится во все стороны. Стандартное шаровое, ну кто-то там из вас может занимался фотоделом, он знает. Крутится во все стороны, то есть вы можете ваш смартфон, там айфон или что хотите, прилепить абсолютно под любым углом. Дальше, естественно, мало того, что закручивается так, как везде, резьба должна быть дюймовой, не забывайте. Резьба должна быть дюймовой. Вот здесь, именно во всех фотоаппаратах, вот здесь вот дюймовая резьба, не метрическая, а дюймовая. То есть у любой камеры снизу есть специальное отверстие, куда можно закрутить штатив, прикрутить штатив. Мало того, что закручивается, фиксируется еще контргайкой. Вот такая штучка сверху, тоже металлическая, все из металла. Это называется контргайка. И сюда вы можете вставить свой гаджет. Крепление гаджета очень похоже на стандартное крепление для всех селфи-палок, но пластик очень прочный. И я вам скажу, он намного мощнее обычного. Так, ну вот, вот она селфи-палка. Сюда можно прикрутить ваш гаджет и вот так вот ходить и все снимать. Еще раз, критерии выбора селфи-палки. Первое. Она не может быть компактной. Потому что компактная селфи-палка, состоящая из многих звеньев, ненадежная селфи-палка. Раз. Второе. Селфи-палка должна быть сделана из хорошего алюминия. Тонкая селфи-палка, дерьмовая селфи-палка. Третье. Узел крепления вашего телефона к самой селфи-палке должен быть только из металла. Никакого пластика. Только металл. Держатель должен крепиться к селфи-палке только на металле. Ну вот здесь, допустим, на металлическом шарике. Это стандартный держатель, который используется практически во всех фотоштативах. Сама селфи-палка должна фиксироваться в раскрытом положении. Допустим, в этой селфи-палке фиксация происходит проворотом. Провернули. Все. Если мы проворачиваем против часовой стрелки, значит эта селфи-палка становится на фиксаторы. Она уже не складывается. Если вам нужно сложить по часовой стрелке. Провернули. Все. Она скручивается. Ну и еще небольшой бонус. Там, где темляк, стандартная резьба. И к этой резьбе можно прикрутить фотоштатив. Есть небольшие фотоштативы. Трехногие у меня, допустим, есть. И получается, эта селфи-палка будет стоять так. Или можно прикрутить еще одну селфи-палку. И длина селфи-палки увеличивается в два раза. Ну и, наконец, не берите селфи-палку с пультами. Пульт идет отдельно. Поймите. Вдруг вам захочется куда-то там прыгнуть в воду. Вдруг вы оденете водонепроницаемый чехол. Вдруг просто зальет. И вашей селфи-палке с блютуз-штукой придет конец. Поэтому отдельно покупаем пульт. Тем более, пультов может быть много. У многих производителей пультов есть программы, которые вы можете скачать. Ну и программы имеют разный функционал. Могут расширять, так сказать, возможности сделать селфи или возможности сделать фото. Не экономьте. Вы сэкономите на селфи-палке. Постарайтесь ее купить за 300-400 рублей. Но разобьете свой телефон, который стоит 30-40 тысяч. Подумайте. Может в этом случае не надо экономить. Это был я, Игорь Шишко. И видео, как выбрать селфи-палку. Субтитры сделал DimaTorzok